это не их Крым. Новое время страны, Украина. 15 августа 2018 года. В конце минувшей недели латвийская певица Лайма Вакуле, отвечая на вопросы журналистов Думской на пресс-конференции в Одессе, заявила, что не поедет в оккупированной России Крым. Какой бы гонорар ни предлагали, Энвест или собрал примеры семи известных артистов постсоветского пространства, которые имеют принципиальную позицию и считают невозможным посещение аннексированного Россией украинского полуострова. Андрей Макаревич российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, один из немногих среди артистов РФ, кто открыто выступил против агрессивных действий России в Крыму и на Донбассе. В одном из своих последних интервью Макаревич сказал, что с 2014 года его позиция по Крыму не изменилась и он не поедет туда с гастролями, потому что считает эту территорию оккупированной. Я считаю, что в сегодняшнем мире, да и в любом мире, обязательные условия его стабильности – это международные договоренности, которые надо соблюдать. Если все их бросится не соблюдать, то начнется черт знает что. А разговор на тему «А вот американцам можно, значит нам тоже можно» – это разговор плохой. Получается, что если кто-то ворует, то и мы будем воровать. А это не позиция. Я не хочу туда ехать, в Крым. Примечание редакторов, я считаю эту территорию оккупированной, цитирует его слова «Эхо Москвы». Борис Гребенщиков «Мы не собираемся нарушать существующие и признанные всем миром границы. Сначала цивилизации существуют договоренности между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями, расшатывать устои цивилизации», – ранее сообщал музыкант изданию «Крым.реалий». Гребенщиков готов поехать на гастроли в Крым только если это не будет нарушать международно признанных границ. «Мы уверены, что все люди имеют право слушать музыку, которая им нужна, а значит разумные политики любой страны, заботящиеся о своем народе, способны это признать и изобрести возможность донести музыку до людей», – говорил он Васа Обломов. Музыкант из России Васа Обломов также не разделяет оккупационную политику Кремля в отношении Крыма. В интервью НВ от сентября 2015 года он рассказал, что не поедет с концертами в зону военных действий, поскольку когда поют пушки, музы обычно молчат. «Жители России, вашу позицию по Крыму вообще никто не спрашивал до того, как что-нибудь с ним сделать. И велика вероятность, что ни одного из вас никто не спросит перед тем, как что-нибудь еще с ним, возможно, сделают. Так почему же всех вас так волнует позиция по Крыму, если самое главное в этой позиции то, что ваша позиция вообще никому не нужна», – высказывал свою позицию музыкант Эху Москвы. Наизе МЦ и Акскс Ксамирон. Известные российские рэперы Наизе МЦ, Иван Алексеев, и Акскс Ксамирон, Мирон Федоров, не посещают Крым после его оккупации. В недавнем интервью Алексеев говорил, что очень болезненно переживает события вокруг ситуации с полуостровом и Украиной в целом. «В Украине у меня огромное количество друзей и близких людей. В России все сейчас пребывают в таком ура-патриотизме. С мозгами, промытыми Первым каналом, слютуют Путину, какой он молодец. Я все эти настроения не разделяю. Поводов для грусти, на мой взгляд, гораздо больше, чем для веселья», – сказал Наизе МЦ в интервью Руград. В свою очередь, во время прошлогоднего рэп-батла с американским исполнителем дизестера Макс Ксамирон поднял тему Украины, сказав, что только музыка приглушит боль того, что бывшие ранее братьями две нации вздернуты и убиты политиками, которые продолжают наслаждаться жизнью, как будто ничего не произошло. Лия Ахиджакова легендарная советская российская актриса Лия Ахиджакова неоднократно высказывала свою однозначную позицию по поводу принадлежности Крыму Украине, за что попала в черный список оккупационных крымских властей. «Теперь я – террористка по отношению к Крыму. Правда, я террорист в компании наиболее уважаемых представителей нашей культуры. Мы – враги народа и, главное, террористы. Но такая компания чудная, честь для меня», – говорила Ахиджакова в интервью российскому изданию «Собеседник». Артистка рассказала, что Крым занимает большую часть ее жизнь, но она не может оправдать воровство украинской территории. «Я считаю, Крым принадлежит Украине. Как это можно – отжать жилплощадь у соседа? Особенно когда в доме у него проблемы», – отметила она. Лаймовый Куле Латвийская певица Лаймовый Куле также недавно озвучила свою принципиальную позицию по поводу посещения аннексированного Россией полуострова. «Нам, европейцам, запрещено выступать в Крыму. В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно, я туда не поеду. Какой бы гонорар мне не предлагали», – ответила певица на вопрос издания «Думская» во время своей недавней пресс-конференции в Одессе. Позже в эфире российского пропагандистского канала «Россия» Один Вайкуле подтвердила свои слова и сказала, что это не подлежит обсуждению. Редактор субтитров А.Семкин»